Что мы увидели в Вашингтоне? На особую важность и главный ключ к решению этой проблемы именно двухсторонний трек между Азербайджаном и Арменией, госсекретарь. Это он отметил, и это было очень четко сформулировано, что главной формулой успеха является именно двухсторонний контакт между Азербайджаном и Арменией. Теперь, чем эта позиция отличается от того, что говорит господин Путин? Господин Путин посылает смешанные сигналы. Он говорит о том, что я же не могу быть больше армянином, чем армяне. Вот если вы хотите вашингтонский, то хорошо, а если вы хотите по-другому, то об этом можно поговорить. То есть он оставляет возможность для того, чтобы его слова были интерпретированы по-разному и в Баку, и в Ереване. И, соответственно, этим создает, так сказать, хаос в переговорном процессе, потому что нет четких ориентиров, которые были бы озвучены им. Ну, таких ориентиров, как очень понятно озвучил Блинкен. Территориальная целостность, и на этой основе, пожалуйста, договаривайтесь вдвоем, потому что от вас на самом деле зависит, какой будет этот мир. Поэтому вот это очень бросилось в глаза, и очень понятно, если кто-то хочет увидеть разницу между подходом Вашингтона и Москвы, вот он это увидел. Теперь что меня расстроило? Немножко, да? Каждый о своем, так сказать, печется. Да, я тоже, так сказать, я о Грузии, да, как бывший карьерный дипломат, так сказать, который посвятил почти 30 лет этой работе. Значит, понятно, что Москва не видит Тбилиси в этом процессе в упор. Никакой заинтересованности в этом нет, потому что у нас нет дипоотношений, мы находимся в состоянии вражды и так далее. Это какой смысл сейчас в Москве говорить о какой-то роли Тбилиси в этом процессе? Но и Блинкин не видит Тбилиси, понимаешь, Гела, в чем проблема? Я говорю не о том, что сейчас Блинкин должен был сказать, что вот вы там Тбилиси и так далее, вы можете сделать там эти двухсторонние контакты удобнее всего в Тбилиси, поэтому... Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что он не видит трехсторонней платформы, в этом контексте он не видит Тбилиси. И я еще понимаю, что в принципе в его, так сказать, в его ощущениях и в его видении региона не существует. И в этом смысле он, в общем-то, Тбилиси не находится в ближнем, так сказать, в ближайшей орбите его внешнеполитических видений. А это почему происходит? Это происходит потому, что у Блинкина нету контактов. Ему никто не напоминает о Грузии, понимаешь? Когда последний раз он разговаривал с кем-то из грузинских официальных лиц, я не знаю. То, что он с Дарчашвили, с министром не разговаривал, наверное, никогда это, по-моему, вообще не разговаривал. Вот как-то он поздравил его там с вступлением в должность, так сказать, протокольно, и этим все закончилось. Я не вижу, что работают с послом здесь в США, то есть не то, что работают, а работают со знаком минус. Последнее даже этот самый, ну, позволил себе и председатель правящей партии, господин Иракли Кобахидзе, так сказать, пройтись, да, не очень лицеприятно по посольству Соединенных Штатов. В упор не видно нашего посла в Вашингтоне вообще, с кем он встречается, с кем он разговаривает, ходит ли он вообще в госдепартамент и так далее. Мы же все знали очень хорошо, что эта встреча подготавливается. И в процессе подготовки этой встречи мы должны были сделать свою часть работы. Во-первых, очень активно говорить в посольствах и здесь, и там, и в госдепу, и здесь послу, что мы, конечно, выступаем за мирный процесс, мы готовы сделать все, что возможно для того, чтобы увеличилась степень доверия между Баку и Ереваном. Это в наших интересах, мы готовы сделать тут любую, быть в этом контексте и так далее. Пожалуйста, помните, она трехсторонняя платформа и так далее, ее продвигать. Это должно было из всех возможных дипломатических артиллерийских орудий, должны были быть сделаны массовые залпы по всем направлениям. Понимаешь? Ничего. Штиль. Ничего, так сказать, не артикулировано, ничего не сказано.